Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Утина Лариса Анатольевна. И в этом выпуске я хочу рассказать о книге Алекса Михайлидиса «Безмолвный пациент». Алекс Михайлидис – писатель, сценарист греко-каприотского происхождения. Он родился и вырос на острове Кипр. В университетские годы он изучал английскую литературу и психотерапию. Проходил практику в психотерапическом отделении для подростков. А в результате стал сценаристом. Он объединил весь свой опыт и знания, чтобы осуществить мечту своей жизни – написать роман. «Безмолвный пациент» – это история о талантливой художнице Алисе Бернсо. Она в 33 года убила своего мужа. С тех пор прошло 6 лет. За это время она не произнесла ни единого слова. Из дневника Алисе Бернсон. 14 июля. Не знаю, зачем я это пишу. Впрочем, нет, пожалуй, знаю. Просто не хочу себе признаваться. Даже не знаю, как назвать мое творение. Дневник? Слишком пафосно. Не то, чтобы я собиралась рассказать нечто особенное. Одно дело дневника Анны Франк или дневник Самуэла Пипса. Куда мне до них? Назвать свою писанину журналом? Слишком научно. Тогда придется вести его ежедневно, чего делать совсем не хочется. Если это превратится в нудную обязанность, я все брошу. Может быть, назову это ничто. Пусть будет просто текст, который я время от времени стану дополнять. Так-то лучше. Стоит дать чему-то название, и вы сразу перестаете видеть картину целиком или понимать, почему это важно. Вы упираетесь в само слово, а ведь название лишь крошечная часть явлений, верхушка айсберга. Лично мне среди слов неуютно. А как я всегда мыслю образами, мой стиль самовыражения картины. Начать писать это я решилась исключительно ради Габриэля. С недавних пор я затасковала. Причин тому несколько. Я думала, что умело скрываю свое состояние, но он заметил. Конечно, заметил. От Габриэля ничего не скроется. Он спросил, как продвигается работа над картиной. Я ответил, что никак. Габриэль вручил мне бокал вина. Я уселась за столом на кухне, пока он готовил. Обожаю смотреть, как Габриэль управляется на кухне. Его движения полны изящества, элегантно собраны, как у балетного танцовщика. Не то, что я. У меня все превращается в беспорядок. Алисия Беренсон была 33, когда она убила своего мужа. Они провели в браке 7 лет, оба связали свою жизнь с искусством. Алисия писала картины, а Габриэль был преуспевающим фотографом в сфере моды. В неподражаемом авторском стиле он запечатлевал полуголых анорексичных девушек в самых странных и невыгодных ракурсах. После смерти Габриэля цена на его работу подскочила до астрономических сумм. Честно говоря, я назвал бы эти снимки пустыми. Никакого сравнения с лучшими работами Алисии. В них ощущается настоящий дар. Я, конечно, не эксперт в живописи, чтобы сказать, выдержат ли ее картины испытания временем. Жуткий поступок Алисии всегда будет бросать мрачную тень на ее талантливое творение. Поэтому в данном случае трудно быть объективным. Кроме того, вы можете обвинить меня в предвзятости. Это мое мнение и только. Я считаю Алисию гениальной художницей. Помимо безупречной техники рисунка, ее картина обладает совершенно фантастической способностью сразу захватывать все внимание зрителя. Прямо-таки брать за горло, как в тиски. Габриэля Беренсона убили 6 лет назад. Ему было 44. Это произошло 25 августа. То лето выдалось необычайно жарким. Возможно, вы помните, столбик термометра порой достигал рекордно высоких отметок. А день убийства Габриэля Беренсона оказался самым жарким за весь год. В тот роковой день Габриэль проснулся очень рано. В четверть шестого утра к их с Алисией дому на северо-западе Лондона в районе Хэмпфорд-Хит подъехала машина, которая повезла его на съемку в Шордич. Габриэль провел целый день на крыше здания, фотографируя модели для журнала Vogue. Я Тео Фабер, мне 42 года. Судебным психотерапевтом я стал из-за того, что крупно облажался. Это чистая правда. Хотя, конечно же, это не то, о чем я говорил на собеседовании. «Что привело вас в психотерапию?» – спросила Индира Шарма, буравя меня взглядом поверх массивных очков. Индира работала в Гроуве консультирующим психотерапевтом. Хотя ей было сильно за 50, круглое лицо ее сохраняло привлекательность. В длинных угольно-черных волосах лишь изредка проблескило серебро. Индира слегка улыбнулась, давая понять, что этот вопрос не из разряда сложных, лишь формальный разогрев перед сенастоящей беседой. Я медлил с ответом, физически ощущая на себе пристальные взгляды остальных членов комиссии. Старательно глядя им в глаза, я протараторил заранее приготовленный ответ. Милую сказочку про то, как в юности подрабатывал в доме для престарелых и как это разожгло во мне интерес к психологии. Затем аспирантуру по специальности психотерапии и пошло-поехало. Думаю, я просто хотел помогать людям, пожимая плечами, заключил я, что было откровенной чушью. Нет, я, конечно, хотел помогать людям, однако это было второй моей целью, особенно когда я начал посещать практические занятия. Настоящая причина, по которой я ввязался в психотерапию, была сугубо эгоистическая. Я хотел помочь самому себе. Уверен, большинство из тех, кто связал свою жизнь с лечением душевнобольных, пришли в профессию примерно так же. Она притягивает нас потому, что мы сами надломлены. И тогда изучение психологии становится попыткой излечить себя. Осознанной или неосознанной попыткой – это уже другой вопрос. Самый ранний период развития человечества скрыт во тьме веков. Многие думают, что люди возникли из некого первородного тумана, полноценно сформированными личностями, подобно афродите, вышедшей во всей красе из пенноморской. Однако, благодаря активно развивающимся исследованиям деятельности головного мозга, мы знаем, что это далеко не так. Мы рождаемся с наполовину сформированным мозгом, который представляет собой, скорее, комок глины, а не бога олимпийца. Как сказал психоаналитик Дональд Уинникот, отдельного понятия младенец не существует. Развитие человеческой личности происходит не в изоляции, а только в процессе взаимодействия друг с другом. Нас формируют и заканчивают этот процесс невидимой силы, которой мы не запоминаем. Наши родители. Страшновато, правда? Кто знает, каким унижением и наказанием мы подвергались в то время, когда память еще не сформировалась. Наша личность уже была сформирована, а мы даже не знали об этом. Я рос нервным, легко возбудимым и пугливым ребенком. Повышенная тревожность появилась еще до того, как я осознал себя как личность и совершенно от меня не зависела. Подозреваю, что источник этой психологической неустойчивости крылся в моих отношениях с отцом, рядом с которым я никогда не был в безопасности. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга понравилась. Довольно необычный сюжет и красочное описание, а также очень легкий слог. Книга затягивает буквально с первых страниц и не отпускает до самого конца. Когда в ходе чтения ты складываешься в пазл этой витеватой головоломки, то остаешься поражен тем, как разворачивается сюжет и мастерство автора, как ему удалось все это передать. Я бы посоветовала эту книгу тем, кто любит детективы и необычные истории. Вы обязательно влюбитесь в этих героев Олесю Бернсен и Тео Файбера и будьте им сочувствовать. Если хотите интригу до самой последней главы и историю с невероятной концовкой, то это именно то, что вы искали. Самая непредсказуемая концовка, которую можно только представить. Автор держит до самого конца маленькую тайну. И вроде бы ты на стороне одного героя, а в конце твой маленький мир просто переворачивается с ног на голову. И ты просто сидишь в шоке от происходящей ситуации в целом. Советую для прочтения. Книга однозначно создана для экранизации. В течение всего повествования читатель испытывает и эмоциональные качели. Отношения к персонажам несколько раз кардинально меняются. Книга интересна как с точки зрения психологических аспектов, которые здесь звучат в каждой главе, так и с точки зрения развертой детективной линии. Непредсказуемый финал обезоруживает. Безумно интересная книга. Прочитала за полтора дня. Не могла оторваться. Сюжет, герои, стиль автора. Все на высоте. Теперь это одна из любимых книг. Если вы любите, читая, постоянно находиться напряжением и думать, а что же будет дальше? Эта книга точно для вас. Плюс нестандартный сюжет со своеобразными отсылками к историю и искусству. Я в восторге. Случавшиеся у отца непредсказуемые, непроизвольные припадки сильнейшей ярости превращали любую, даже самую благоприятную ситуацию в минное поле. Самые безобидные фразы или выражения малейшего несогласия могли спровоцировать целый ряд взрывов агрессии, спастись от которых было невозможно. Стены дома буквально сотрясались от его крика, пока он гнался за мной на второй этаж. Влетев в свою комнату, я проскальзывал подальше под кровать и изо всех сил прижимался к стене. Вдыхал пыльный воздух и молился, чтобы меня поглотила кирпичная кладка, и я мог исчезнуть. В следующее мгновение отцовская рука крепко хватала меня и выволакивалась под кровати, возвращая к реальности. Он срывал с себя ремень, замахивался, ремень со свистом рассекал воздух, а дальше один за другим на меня сыпались жгучие косые удары, обжигая мое тело. Порка заканчивалась так же внезапно, как и начиналось. Отец отшвыривал меня прочь, и я валился на пол мятой кучей, словно тряпичная кукла, брошенная злым ребенком. Я никогда не был уверен, что такого сделал, чтобы вызвать весь этот гнев, и заслужил ли я наказание. Однажды я спросил маму, почему папа так часто на меня злится? В ответ она лишь пожала плечами и грустно проговорила. Откуда я знаю? Твой отец законченный псих. Говоря так, мама не шутила. Если бы моего отца сейчас обследовал психиатр, то наверняка диагностировал бы у него расстройство личности. Отец страдал от этой болезни всю жизнь, но никто его не лечил. В результате мои детские и юношеские годы прошли в мрачной атмосфере истерии и физического насилия, ругани, слез и битого стекла. Конечно, были счастливые моменты. Чаще всего, когда отца не было дома. Помню, как-то зимой он на месяц уехал в командировку в Америку, и на целых 30 дней дома и сад оказался в нашей с мамой полном распоряжении, без него и без бдительных взглядов. Декабрь в Лондоне выдался снежный, весь сад скрылся под чистейшим белым покрывалом. Мы с мамой слепили снеговика. Уж не знаю, осознанно или нет, но мы сделали его похожим на отсутствующую главу дома, с огромным животом, двумя черными камушками вместо глаз и пары веточек, напоминавших грозно сдвинутые брови. Я назвал снеговика папа, и он действительно здорово смахивал на отца. В довершении иллюзии мы с мамой снабдились снеговика папиными перчатками, шляпой и зонтом, а потом от души бомбардировали его снежками, хихикая, словно расшалившиеся дети. В ту ночь разыгралась сильная снежная буря. Мама подошла к моей кровати, я притворился, что уже сплю, а потом выскользнул из дома в сад и долго стоял под падающим снегом. Вытянув руки, я ловил падающие снежинки и смотрел, как они медленно тают на кончиках пальцев. Я радовался и грустил одновременно, и, по правде говоря, не мог выразить это словами. Мой словарный запас был слишком мал, чтобы поймать это сетью из слов. Наверное, ловить исчезающие снежинки – это как ловить счастье, когда овладение в итоге ничего тебе не дает. Это напомнило мне, что там, за пределами родительского дома, целый мир. Огромный, непередаваемо красивый мир, мир которой пока еще для меня недоступен. Снежная ночь в саду вставала перед моим мысленным взором еще много лет. Как если бы невзгоды, которыми та жизнь была окружена, заставляли этот миг свободы гореть еще ярче, будто крохотный огонек посреди беспросветного мрака. Я пришел к выводу, что единственный шанс выжить – побег. И в физическом, и в духовном смысле надо убираться отсюда, чем дальше, тем лучше. Только так я смогу быть в безопасности. И вот мне стукнуло восемнадцать. Я получил достаточные отметки и стал студентом. Без сожалений, простившись с отчим домом, я наивно полагал, что вырвался на свободу. Как же я ошибался. Тогда я еще не знал этого, но было уже поздно. Образ отца прочно засел внутри меня. Я внедрил его в себя, спрятав в области бессознательного. Куда бы я ни бежал, я нес его с собой. В голове звучал адский неумолимый хор из размноженных голосов отца. Бестолочь, позор, ничтожество. Во время экзаменационной сессии на первом курсе голоса стали настолько парализующими и громкими, что я уже не контролировала. Обездвижно этим страхом я была не в состоянии выйти на улицу, общаться, заводить знакомства. С тем же успехом я мог бы и не уезжать из дома. Я очутился в ловушке, угодил в патовую ситуацию без какой-либо надежды на спасение. Выхода не было. Неожиданно подвернулось одно решение. Я ходил из аптеки в аптеку, скупая парацетамол. Брал всего по несколько упаковок за раз, чтобы не вызывать подозрения. Впрочем, я напрасно тревожился. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Наверное, я стал человеком-невидимкой. К слову сказать, именно так я себя и ощущал в то время. В моей комнате было холодно. Дрожащими, неловкими пальцами я вскрыл упаковки парацетамола и, прикидывая неимоверные усилия, заставил себя проглотить их все. Я добился своего, и постепенно все они, одна с другой, очутились в моем желудке. Затем я улегся на свою узкую неудобную кровать, закрыл глаза и стал ждать смерти. Но она не пришла. Вместо этого нутро мое пронзило жгучая, выворачивающая боль, и тут меня, сложившегося пополам, вывернуло желчью перемешку с полурастворившимися таблетками. Я лежал в темноте с полыхающими от боли желудком. Казалось, прошла целая вечность. А потом я кое-что понял. На самом деле я не хотела умирать. Еще нет, ведь я и пожить толком не успел. Эта мысль вселила надежду, призрачную и неопределенную. Это подтолкнуло меня к осознанию, что в одиночку я не справлюсь. Мне нужна была помощь. Алисия помещает в психиатрическую клинику. Обществу, СМИ, детективам предстоит выяснить, что же произошло на самом деле. Алисия тем временем пишет свою последнюю картину, автопортрет, и называет его алкестом. В честь мифа о девушке, отдавшей свою жизнь за любимого человека. Что же произошло на самом деле? На самом деле Алисия душевно больна. В чем таится секрет последней ее картины? И почему она убила своего мужа, если она его очень сильно любила? Ответить на эти вопросы предстоит криминальному психотерапевту Тео Фаберу. Чем же закончится эта история? Вы можете узнать, прочитав книгу «Безмолвный пациент», которую можете найти в центре чтения Дворца книги. А вы читали книгу «Безмолвный пациент»? Делитесь в комментариях. Делитесь в комментариях. Делитесь в комментариях.